всем привет в эфире парф тв и я евгения сегодня несколько слов о доме парфюмера который в эти весенние дни готовится отметить свое двухлетие это уникальное пространство в центре москвы объединяющие независимых российских парфюмеров место где можно познакомиться с артизанальной парфюмерии купить понравившиеся ароматы посетить мастер-классы и лекции совершить необычный экскурс в историю у нас зародилась авторская парфюмерия где-то наверное лет 9 назад стало очень активно развиваться появлялись авторы все время какие-то новые появилось обучение то есть это направление она достаточно активно развивается стали появляться выставки на которых мы могли представить свой продукт но не было салонов где можно было бы это в любое время удобное для себя прийти и познакомиться с ароматами 27 марта мы открылись к сожалению перед самой пандемией то есть мы приняли решение еще в январе стали искать помещение пока делали ремонт все это вот так долго и началась эпидемия и мы открылись на три дня и закрылись на два месяца на изоляцию несмотря на это мы поняли что людям это интересно это нужно и все больше авторов у нас появляется и изначально мы не планировали делать музей просто хотели немножко поставить старых флаконов для антуража и потом поняли что музей то у нас в россии нету нашей русской парфюмерии я стала читать многое по этому вопросу и поняла что это очень тоже забытая нами история которой мы можем гордиться и должны гордиться и мы стали развивать это направление теперь у нас настоящий музей я рассказываю про историю парфюмерии именно в россии здесь же располагается лаборатория самой ольги и каждый желающий в рамках экскурсии может посетить ее и узнать о том как создаются ароматы что такое парфюмерный орган и сколько компонентов необходимо для того чтобы композиция могла считаться завершенной российская нишевая парфюмерия явление молодой и живое меняются коллекции появляются новые имена меняется само лицо российской независимой парфюмерии раньше все-таки мне кажется больше натуральники уделяли внимание то есть вот казалось что это как раз то что чего нет в иностранной парфюмерии и хотелось именно с этим работать было больше экспериментов именно с натуральными компонентами и это отличало до нас от запада сейчас вот многие кто появляются новые авторы они в основном работают с синтетическими компонентами более современные какие-то композиции более простые лаконичные и это как раз тенденция общего рынка то есть мы мне кажется приближаемся к тенденции общего рынка но мой бренд я продолжаю любить винтаж много использую натуральных компонентов март нынешнего года ознаменовался не самыми приятными политическими экономическими событиями европейские санкции в отношении россии безусловно сказались и на российских парфюмеров я понимаю что мы еще не ощутили того что грядет потому что пока еще у поставщиков есть что купить они уже в основном подняли цены но еще есть в наличии хоть что то что можно приобрести пока все в оптимизме таком я не очень оптимистично настроена потому что это действительно большая проблема как заказывать как доставлять сама у нас парфюмерная продукция в мире производится везде где кроме россии то есть у нас парфюмерного качества ингредиенты не производится и мы полностью завязаны конечно на продукции за границей пока и ну не понятно я надеюсь что мы как-то адаптируемся но не мы то есть мы будем ждать когда те кто занимается доставкой к нам продукции кто имеет свои магазины интернет где мы заказываем ингредиенты что они что-то придумают да марина волкова вот например у нее прекрасный магазин ингредиентов я с ней разговаривала она оптимистично настроена говорит что все будет но цена естественно будет в три раза то есть сейчас она почти в два раза выросла будет намного больше расти дорожает сырье дорожают духи но это не повод отказывать себе в удовольствие нет возможности купить флакон зато всегда есть возможность купить пробники каждый месяц в доме парфюмера проводится день открытых дверей в рамках которого вы можете встретиться и пообщаться с парфюмерами а ближайший мастер-класс на который открыта запись состоится уже 6 апреля я же с вами прощаюсь увидимся совсем скоро пока пока а